Новый год не за горами, мы уже чувствуем его приближение, а значит пора задуматься о подарках, покупках, новогоднем столе и так далее. Парадокс заключается в том, что большинство из нас всю подготовку к празднику оставляет на последние дни. Так как же сделать так, чтобы бюджет был разумным и нервов мы тратили поменьше? Здравствуйте, в эфире программа Парадокс, в студии работает Александр Векер. В студии у нас сегодня гости, партнер компании Retail Training Group Елена Комкова. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. И глава представительства компании Leaf Technology в России и странах СНГ Мария Танцорова. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Вы, уважаемые слушатели, также можете присоединиться к нашему разговору по телефону 65 10 99 6, код города 495. Мы спрашиваем вас, как вы готовитесь к Новому году, какие подарки выбираете, экономите ли вы в этом году на подарках и новогоднем столе. Рассказывайте свои истории. Нам это очень интересно сегодня. Или пишите нам на сайт финам.фм на страничку программы Парадокс. Итак, начнем с обычного общего вопроса. Тренд этого года в выборе подарка. Что это такое? Как он изменился по сравнению, например, с прошлым годом? Давайте, Елена, с вас начнем. Что вы можете сказать? Как вы задумываетесь над этим? Я лично или вы про рынок? И про рынок. Давайте сначала про рынок. Про личное потом. Ну, мне кажется, что я лично тоже являюсь, так как я постоянно общаюсь. То есть все-таки лично. Да, общаюсь с представителями рынка в той или иной степени, то являюсь неким таким сублиматом, скажем, для того, что происходит. И, конечно, тот темп жизни, в котором мы сейчас живем, особенно в крупных городах, те всевозможные хлопоты, они приводят человека в такое состояние, что когда наступает праздник, получается так, что подготовка к этому празднику отнимает у тебя те последние силы, которые остались. И потом ты на нервном срыве входишь в этот праздник. Ну, это пипец уже, ну, все, кто в Москве знают, да, что сейчас происходит и на дорогах, и в магазинах. Такое ощущение, что просто вот опять мы готовимся. Конец света. И так каждый год. Каждый год. Вот. И хочется, и мне кажется, что тренд, который отмечают как покупатели, так, собственно, и продавцы абсолютно в разных сферах, заключается в том, чтобы, в общем, как-то смягчить вот эту часть. Чтобы вот как-то подобрее, поприятнее, повеселее, поэмоциональнее, чтобы праздник не в 12 часов, когда уже все, значит, уже ничего не надо. Вот этот процесс расставания с деньгами, чтобы он был более приятный? Чтобы процесс нахождения в магазине был приятней. А уж когда сам процесс приятнее, тогда и как-то деньги уже немножко на второй план уходят. То есть это некая такая атмосфера, насколько я понимаю. Да. То есть вы отмечаете тренд в улучшении настроения. В задумывании о том, что надо работать над атмосферой. Ага. Мария? Я согласна с Еленой, потому что мы буквально перед началом программы обмолвились, то есть как задается настроение. И то есть ты можешь понимать, что ты приходишь в магазин, делая покупку, видя, допустим, скучающего продавца, а в то же время с другой стороны видишь улыбающегося. Я видел только замученный продавцов. Замученный, да, оставьте меня в покое. Они устали уже от бесконечного потока покупателей. Поэтому эмоциональные покупки, прежде всего, это обстоятельства, в которые ты заходишь в магазин в попыхах или перед встречей, потому что ты постоял на пробке, потерял уже времени на то, чтобы выбрать то, за чем пришел. Да. И часть народа переключается на эмоциональные покупки. А эмоциональные покупки, ну, это красивая обвертка, это красивая упаковка, это красивый визуальный вид. Соответственно, здесь эта эмоциональная покупка уже перерастает в то, что яркое и то, что ловит взгляд с первого взгляда. То есть это так получается. Ну, а сама атмосфера сейчас в магазинах, она как-то изменилась за последний год? Вот я, честно говоря, не сильно увидел какие-то кардинальные изменения. Да, в больших супермаркетах владельцы пытаются каким-то образом раззадорить покупателей. Приглашают там оркестр Деда Морозов, который гуляет по улицам этого супермаркета, я утрирую, конечно. И так далее. Вот вы заметили какие-то изменения, Лена? Ну, изменения есть. Они заключаются в чем? В том, что, в общем, ведь, ну, понятно, что, как у нас там говорят, для коммунальных служб, как у нас снег неожиданно выпадает все время. Также и новогодние праздники. Зима пришла неожиданно, да. Такое ощущение, что, да, там уже 2014 лет празднуем, а все равно каждый год как будто это неожиданно. Поэтому, что делают там прогрессивные компании сейчас, которые об этом задумываются? Они начинают создавать и готовятся к таким большим событиям, да, как Новый год, действительно, это, наверное, самый такой вот массовый с точки зрения людей покупок период. Они начинают сильно заранее, готовя не только, там, понятно, товарные ресурсы, там, извинения, выкладки. Они начинают делать так, чтобы люди ближе к Новому году, ну, может быть, так это грубо звучит, меньше работали. Потому что, когда у тебя, то есть вся работа стараются делать, ну, пораньше, да, когда еще нет этого наплыва. Потому что сейчас уже, в общем, в принципе, ничего делать уже можно и не делать. Уже все спланировано, уже все заказано, уже все там... Это было еще в ноябре месяце все запущено, поэтому, значит, готовились в сентябре. В сентябре, в октябре готовились к этому. Да, но есть бизнесы, которые вообще год назад там уже, то есть, да, у которых там длинные циклы заказов, товаров там и так далее. То есть, конечно, сейчас основная нагрузка ложится на рощные точки, на логистику, когда идет вот это бесконечное, да, приемки все эти. Вот, и так как, скажем так, случается то страшное, за что борются в сети в течение всего года, это за приток покупателей, все же все гонки-гонки, больше и больше людей. Сейчас они вот, как с ними разговариваешь, как помните в мультике, когда вот про золотую антилопу, да, хватит, хватит. Вот, то есть, у некоторых компаний сейчас говорят, мы не знаем у нас вообще там, типа, столько людей, мы не знаем, что с ними делать, мы ничего не успеваем. То есть, идет какое-то смещение того, что уже непонятно, ты все это делал для тех покупателей, либо все-таки для тех товаров, которые должны красиво стоять на полке. И которые должны быть реализованы. И быть купленными, в конце концов. Купленными, развешанными, чтобы красиво выглядело, привлекательный товарный вид, внешний вид. То есть, все, чтобы не было после какая-то... Можно ли говорить о том, что мы не справляемся? То есть, сети на самом деле не справляются, розничные точки не справляются. То есть, где-то не докрутили, не досмотрели. То есть, весь этот опыт десятилетний, скажем так, в новой России, он еще не реализован на 150%. Есть такое ощущение или нет, Лина? Ну, мы на правильном пути, я бы так сказала. Есть над чем поработать. Но есть изменения к лучшему. То есть, народ уже начал глубже это понимать. Но делаются ли какие-то выводы? Вы говорите, что наплыв покупателей, которые не ожидали. Но ведь каждый год он происходит. Значит, должны быть... Тот же разбор полетов должен быть после этих праздников. Обучение. Обучение, да, специально. По времени проводятся тренинги. Конечно, это делают силами, допустим, производителей. Как вот мы тоже устраивали тренинги в рознице. Что нужно, какие достоинства показывать, опять же, по согласованию с руководством тех компаний розничных сетей, которые, наоборот, приветствуют это. То есть, делитесь опытом, потому что вы, как производители, много знаете опытов и бизнес Европы, например, и странах СНГ в том числе. Это все страны разные, можно привнести что-то свое. Но менталитет покупателя разный. Разный, он меняется. Он меняется. Он меняется в какую сторону? Россияне что сейчас? Что в их понимании меняется? Стали избирательными. А, вот оно что. То есть, они стали выбирать подарки и покупки с какими-то уже ценностями? Ну, в большинстве своем, да. А почему? Тенденция такая. Это связано с чем? С кризисом, с нехваткой денег? Что это такое? Это связано с тем, что люди не хотят, чтобы их использовали и хотят просто хорошего человеческого отношения к себе. Если они это видят в том, как сделан товар, в том, как он упакован, в том, как он выложен, в том, как он предлагается, в том, как он обслуживается потом, то они становятся лояльными вот там к этой точке, либо к этому бренду, либо там к этому товару. То есть, когда они понимают, что это не вот такое жесткое использование, как раньше, товар, деньги, товар, когда в это все-таки добавляется более такого, больше отношения к покупателю, когда они чувствуют это через... Что о них тоже думают. Что, да. Что не тоже, а что о них думают. Что они думают прежде всего, да. Ну, думают не только о том, как быстрее продать, да, свой товар, но и, думаю, это покупатель, который... Ну, в общем, иначе, да, а кто будет покупать-то? Тогда какие механизмы или какие методы предпринимают, да, владельцы магазинов, сетей торговых для того, чтобы покупателю этого вернуть, кроме того, что создать для него условия, ну и обертку хорошую? Что еще должно быть? Ну, Мария, лучше скажет с точки зрения производителя, с точки зрения магазинов, что происходит. Ну, во-первых, слава богу, сейчас автоматизация позволяет большое количество процессов автоматизировать, вообще убрать человеческий фактор и какую-то часть непрофильную дать на аутсорсинг. То есть все-таки розница начинает больше концентрироваться на процессе непосредственно продажи и розницы, да, и у них возобождаются ресурсы всякие разные для того, чтобы вот это отношение, про которое мы говорили, да, ну, хоть как-то на нем сконцентрироваться, на отношении как внутри коллектива, так и то, что потом выносится на покупателей. Вот этот процесс идет. Сейчас быстрее начинаются процессы внедрения всех информационных систем. Они становятся более дешевыми, более доступными, то есть уже вон повсюду начинают массово распространяться кассы, самообслуживание и так далее. То есть то, где можно обойтись без контакта человеческого, то, что можно автоматизировать, тем самым ускорить, уменьшить количество ошибок, стараются сейчас максимально с этим вопросом определиться для того, чтобы людей, как говорится, направлять на людей, да, чтобы больше было общение. Мария, а с точки зрения производителя что? Производитель старается привлечь внимание к своему товару, как он представлен на полке, что он должен нести себе. То есть наша компания, в частности, привлекает дизайном упаковки, начиная от упаковки привлекать товар и делать его необычным. Ну, а в следующей части мы поговорим более подробно уже непосредственно о товаре, да, который представлен на сегодняшних предновогодних полках. Сразу после новостей на фильм. Новогодние покупки, радость, подарков или удар по семейному бюджету – тема нашей сегодняшней программы. В гостях у нас партнер компании Retail Training Group Елена Комкова и глава представительства компании Leaf Technology в России и странах СНГ Мария Танцорова. Вы, уважаемые слушатели, также можете присоединиться к нам, высказать свою точку зрения, как вы готовитесь к Новому году, какие подарки выбираете, поменяли ли вы свои предпочтения в подготовке к длинным праздникам. Звоните по телефону 65 10 99 6, код города 495, либо пишите на сайт финам.фм на страничку программы Paradox. Давайте теперь разберемся непосредственно с товаром, который представлен на полках. Ну, понятно, год лошади, лошади у нас везде, преимущественно синего цвета и так далее. Сегодня мне тоже подарили лошадь, правда, не синего цвета, а почему-то коричневого. Ну, неважно. Дарья на муканью зубы, как говорится, не смотрят. Вот что касается товаров, насколько они изменились, насколько снизилась их цена, предпочтения покупателей. Это тема номер один, поскольку, ну, понятно, что мы живем сейчас не в самое лучшее время с точки зрения экономики. А как, вот что за товар сейчас на полках? Ну, что, что я видел, это меня несколько разочаровало. В основном, это некий такой ширпотреб, какие-то маленькие подделки, видел, шить из разного уровня. То есть, ну, мы идем по пути удешевления и упрощения подарков, насколько мне так кажется, или нет, Елена? Ну, я живу в другом мире, нежели вы. Рассказывайте. Вот, я живу в мире, где, опять-таки, там, тема эмоциональности, наверное, выходит на первое место. И вот тот круг людей, которых я знаю, они стараются делать подарки собственными руками, либо добавлять что-то вот от себя, да. То есть время, когда у тебя там скапливаются три одинаковые вазы, там, четыре одинаковые лошади, и ты это все, значит, там, и 33 коробки конфет, да. Ну, в общем, ну, есть вещи, которые, понятно, никогда там не пропадут, там, всякие сладости, там, алкоголь, я не знаю, продукты. Да, это за 10 дней выходные все будет съедено, да. Это все, в общем, понятно, но если мы говорим о том, чтобы это не было выкинуто, осталось там ненужным и так далее, да, то хочется, чтобы было видно, что ты вложил в это душу, что это сделано там с элементами, по крайней мере, да, какого-то собственного творчества, поэтому очень много развивается сейчас и выставок, и магазинов, где появляются товары, и в интернете в том числе, которые делают своими руками, либо ты можешь делать и своими руками, и тех же самых лошадей сейчас, и в строительных материалах много, то, что ты можешь сам раскрасить, долепить, докрутить и так далее. Мне кажется, что за этими подарками будущее, во-первых, они относительно дешево стоят, относительно готовых вещей, это не подделка, которая накажется. Некий полуфабрикат, да? Это дает, да, то есть у тебя получается, что подарок уже имеет некую индивидуальную, скажем так, индивидуальное наполнение, ты понимаешь, что человек сделала вот там для тебя там лично, да, или там сам, вот, и это можно делать и большими, вот как бы, в школе, например, то же самое, детей к этому готовят. Вот мы в том году, у нас дети в школе друг другу дарили подарки сами, то есть вытаскали в произвольном порядке, кто кому что дарит, и делали. Были, конечно, люди, которые пошли и купили там что-то в магазине, а многие делали сами, это, в общем, очень вовлекает и в процесс подготовки, и в процесс потом использования, и, в общем, так... Это подчеркивает еще некоторые отношения человека, да? Ну да. Ну, во-первых, подарок, это действительно, я тоже хотела добавить, что подарок — это прежде всего отношение к человеку, то есть каким образом ты относишься к человеку, либо хочешь произвести впечатление, и что для тебя Новый год, и какие эмоции он несет. И так ты заряжаешься эмоциями для похода в магазин. И, соответственно, я тоже согласна с Леной, что да, надо как-то индивидуально подходить даже к простому банальному подарку, что-то носить свое. Но, опять же, можно сделать из любой мелкой детали, добавить что-то в свою частичку себя, да, и подарить это близкому человеку, соответственно. А когда таких подарков нужно много, креатива не хватает, что делать? Понятно, тогда... Паковка существует, да. Иногда подарок просто говорит сам за себя, что ничего лишнего. Тогда в каком виде он выглядит, как он, допустим, был до того, как попал в вашу корзинку, да, это также привлекает внимание там на крючке. Вот я порылся, покопался в интернете. 29% опрошенных респондентов заявили, что в их списке желаний есть смартфоны. А в прошлом году их было 32%. Еще 24% опрошенных признали, что мечтают о планшете. В прошлом году таких было 33%. Ну, а далее следуют ноутбуки и фотоаппараты. Техника на первом месте. У желающих получить хороший подарок. Вы замечаете такую тенденцию? То есть гаджеты нам нужны? Да. В первую очередь. Потому что мы мобильные, потому что мы ездим, потому что мы вечно заняты, потому что у нас свободного времени для того, чтобы его переключиться. Допустим, планшет лежит рядом с ноутбуком, что позволяет тебе край муха, глаза посмотреть и сделать необходимую манипуляцию, чтобы быть на связи со своими близкими и родными. Но в то же время самыми покупаемыми подарками являются конфеты и деликатесы. Тоже 29%. К столу, все к столу. Да, да, да. Покушать все любят. И эта тенденция, по большому счету, не меняется от года к году. Игрушки занимают 16%, парфюмерия и косметика 14%, сувениры 13%. Вот вы, когда готовитесь к Новому году, да, с точки зрения, ну, прежде всего, там, ритейла, вы учитываете все эти проценты? Или как-то меняете, да, объемы предлагаемой продукции или нет? Ну, смотрите, все растет. То есть, ну, очень небольшое количество товаров, которые падают в новогодние продажи. То есть, в новогодний период. По большому счету, все продается? Вообще, все, конечно, все растет. Просто какие-то вещи растут в разы, какие-то вещи растут, там, на какие-то проценты. Это определяется, безусловно, расширяется ассортимент с точки зрения предложений по тем группам, которые считаются продаваемыми в потеленные праздники. Вот. Но если компания, там, предположим, продуктовая, то понятно, что она, ну, очень редко бывают варианты, когда она, наверное, будет вводить те же самые гаджеты под Новый год, потому что это серьезный, достаточно затратный механизм и работа с поставщиками, и с остатками, и с техникой продаж и так далее, и с гарантиями. Поэтому обычно, вот там, кардинально не меняется ассортимент. То есть, если мы не торгуем гаджетами, то мы гаджетами под Новый год. Бывают случаи, но, в общем, это такое, скорее, исключение, чем правило. Просто увеличиваете объемы. Увеличиваются объемы, естественно, закупок, плюс расширяется ассортимент по, ну, самым основным, там, категориям, которые продаются. У тебя в обычный период, там, 20 видов шампанского, а под Новый год у тебя, там, 100 видов шампанского. Ну, или, там, газированных, таких вот этих, да, наигристых вид. Ну, что, вы можете добавить что-то, Мария? Да, я тоже думаю, что расширение ассортимента, прежде всего, то есть, когда начинается планирование, опять же, возвращаясь к прошлому вопросу, да, когда задолго до наступления сезона продаж активных, да, начинается формирование, скажем так, продуктовой матрицы, продуктовой категории, да, продуктов, которые стоит усилиться к Новому году. То есть, чего можно удивить? Соответственно, производится, происходит работа, да, то есть, магазина, потребности, учитывая опыт прошлого года, к чему не были готовы. То есть, включается работа над ошибками предыдущего, и работает над усилением. Что касается семейного бюджета, который, ну, от года в год наверняка меняется, да, в период подготовки к Новому году, что вы можете по этому поводу сказать? Какие у вас есть данные? Сколько готовы сегодня россияне тратить в среднем на покупку подарков? Потому что цифры совершенно разные. Кто-то готов тратить, там, 5000 рублей на один подарок, кто-то, там, 500 рублей. Я видел статистику, что женщины готовы потратить на, если мы говорим о гаджетах, не больше 5000 рублей, а мужчины до 20000. Вы какую-то статистику вот ведете, изучаете ее каким-то образом? Ну, нет, мы сбором такой статистики не занимаемся, поэтому... Хорошо, можно перефразировать вопрос. Да, как-то... У вас семья большая? У меня, ну, непосредственно моя семья четыре человека. Вот, у вас бюджет семейный увеличивается или уменьшается при подготовке к Новому году? С года в год. Или в этом году у вас стагнация? Как у нас любимое слово. Нет, у меня... У нас нет управления бюджетом в семье, я бы так сказала. Счастливая семья. Вот, поэтому в этом году увеличится, потому что мы уедем на Новый год. Обычно мы стараемся на Новый год не уезжать. А, вы сэкономили на подарках. То есть вы поступили вообще... Ну, не знаю, это как сказать. Просто купили путевку и поехали отдыхать. Потому что когда моя дочка спрашивает, да, типа, такого, что не подать на Новый год, я говорю, шопинг в Милане. Вот, и она этим довольна, вот. А как бы во что-то выльется, значит, мы посмотрим. Понятно. Мария, ну а вы? Ну, я на самом деле тоже предпочитаю уезжать на Новый год, поэтому у меня нету такой задачи и мысли даже о том, сколько суммы выделить. То есть проще уехать, нет. Понятно, конечно, что близким все равно нужно поздравить. Поэтому я начинаю, как правило, с оставления списка приоритетных получателей. Вот, соответственно, ты понимаешь... Список увеличивается. Список, да, и с кладевкой он растет, меняется. А бюджет нет. А бюджет тоже меняется. Меняется в сторону увеличения, надеюсь. Увеличения, да. Так, приходится тратить больше. Приходится тратить больше. Понятно. Ну, а что касается качества самих подарков, какие подарки самые приятные? Неожиданные или ожидаемые? Вы заказываете подарки? Я, как правило, нет. Никогда. То есть они меня всегда стараются чем-то удивить. Мне так вот повезло, что у меня... Коротко, Елена. Я согласна, да. Чем больше эмоций и неожиданностей, тем лучше. Мы продолжим разговор буквально через несколько минут после новостей. Мы сегодня говорим о новогодних покупках. Радость это или все-таки удар по семейному бюджету? Как выбрать подарки? Какого рода подарки на сегодняшний день актуальны? Для этого мы пригласили сегодня в студию партнера компании Retail Training Group Елену Акомкову и главу представительства компании Leaf Technology в России и странах СНГ Марию Танцорову. Вы, уважаемые слушатели, также можете нам позвонить по телефону 6510996, код города 495. Расскажите, с какими проблемами или трудностями вы столкнулись в этот предновогодний ажиотажный период. Мы готовы вас выслушать. Или задавайте свои вопросы. Ну, допустим, где лучше выбрать подарок? Какого рода подарок на сегодняшний день самый актуальный? И так далее. Либо пишите на сайт финам.фм на страничку программы Paradox. Давайте мы послушаем Дмитрия Потапенко. Это известный российский предприниматель, ритейлер. Он присоединился сейчас к нашему эфиру. Дмитрий, здравствуйте. Слышите ли вы нас? Да, добрый день, слушаю вас. Что бы вы могли сказать по поводу этого предновогоднего ажиотажа? Насколько изменились тенденции или тренды в покупках россиян? Ну, во-первых, надо четко себе понимать, что предновогоднего ажиотажа достаточно давно нет. Это уже такая вот большая мифология, которую почему-то пытаемся сами в себе поддерживать. И периодически какие-то аналитики рассказывают об этом много и бестолково. Значит, последние 5-7 лет, поскольку народ все-таки начинает осознавать, что горошек в магазине не пропадет ни 31-го в 6-7 вечера. И более того, скорее всего, розничная точка, которая находится у них рядом, откроется, ну, если там не в 12, только в 2, так она точно откроется. Это мы все-таки не в Европах, где надо хотя бы на 3 дня перед Рождеством запасаться продуктом, потому что там все вымирает, все банально, да, и после 8 вымирает вся Европа как таковая. Мы все-таки вкалываем достаточно, ну, ритейлеры, общепитовцы вкалывают достаточно прилично. Я могу сказать, что, как ваш почти коллега, поскольку выхожу на радиостанции, правда, сети FM, по 7 вечера я закончу 31-го только эфир, на самом деле. Поэтому, в общем, норма работы уже такая практически круглосуточная, когда я всегда произношу своим коллегам, что когда люди отдыхают, мы работаем. Поэтому никакого ажиотажа нет, подъем продаж, безусловно, в декабре есть, но если раньше этот подъем был такой значительный, это было там 25-30%, да, об этом это было значительно, то сейчас это там стандартные 10-15%, которые, безусловно, являются подъемом, но без истерии, что называется. Ну, а если говорить о тенденциях, все-таки что больше покупают, дешевые подарки или дорогие гаджеты? Все это сильно зависит от того, собственно говоря, что мы в каком ценовом сегменте и, соответственно, в какой ценовой группе. Значит, гаджеты это такое традиционное, надо понимать, что у нас три России, да. Россия не рыночная, по сути дела, которая не смогла адаптироваться, это процентов 50, это по данным Рамира. Россия такая среднерыночная, которая чуть-чуть шагнула, но все равно, в общем, много в ставке, это 40% и всего лишь 10% это России, так скажем, люди, которые осознают, что такое рынок и как все это происходит. Так почему, в России такой молодой, то по подарок в виде гаджета, безусловно, это такой превалирующий подарок. А в России среднего класса, то тут есть и вещи, и деньги, извините за простоту этого подарка, и продуктовые наборы. Россия, скажем так, старая, да, вот, какой является, ну, мы понимаем, что не надо тешить себя иллюзии, что Россия, в общем, она страна пенсионная, и дальше она катится, в общем, в такую пенсионную яму, скажем так, потому что, в общем, активное население падает. Это неплохо, нехорошо, к сожалению, просто Россия не накопила денег для того, чтобы содержать самое себя, и в том числе пенсионеров, и это печалька. Вот, там подарки, в том числе просто банальные продуктовые наборы, ну, и какая-то, скажем так, легкая одежда, иногда парфюмерия. Ну, а вот сами продавцы, владельцы магазинов, сетей, они наверняка и да и предлагали в ту же Черную Пятницу скидки, но как-то все это... Нет, это все иллюзорность. Да, да, да. Дело в том, что, да, надо понимать, здесь, понимаете, еще раз говорю, есть маркетинг, то есть продвижение, да, реклама, есть реальность. Значит, почему возникает возможность за рубежом, поскольку, как вы знаете, я делаю бизнесы за рубежом, почему там возникает возможность делать так называемые Черные Пятницы? Потому что потом, во-первых, возникает очень большая стагнация в розничной торговле по сравнению с тем, что возникает в России. Отложенный спрос. Плюс ко всему, там есть возможность скидывать товар по себестоимости, что у нас запрещено, в общем-то, налоговым кодексом. Мы, если, упаси Господь, за рубежом компания может быть в минусах, то у нас, если, упаси Господь, у вас когда-нибудь вдруг окажется на руках юридическое лицо, у которого нету прибыли, то вам в налоговую очень быстро объяснят, что вы как-нибудь уж найдите, потому что мы вас так заимеем проверками, что вы потом сами будете не рады, что у вас не было прибыли. У вас ее не просто не будет, вы просто закроетесь к чертям. Вот, посему принцип организации бизнеса там, он несколько другой. У нас ритейлеры, они жадны или нет? Они, значит, смотрите, чистая прибыль по продуктовому ритейлу за рубежом и здесь, она одинаковая. Печалька заключается в том, что издержки открытия, например, магазинов в Чехии, они в четыре раза дешевле, чем открытия в России. То есть чистая прибыль на карман прилипает одинаково, как говорят простым языком, полтора-два процента. Для этого достаточно просто открыть отчетность всех крупнейших компаний ритейловых, которые есть на рынке. Она не просто отчетность, она еще и аудируется международными аудиторскими компаниями. В общем, денег дать за переделку отчетности некому. А вот надо понимать, что все цены высоки по причине того, что, ну, эту статью я написал, по-моему, в девятом году или в восьмом даже, она такая заглавлена, государство и только государство поднимает цены везде. Ну, в магазинах, в частности. То есть, по большому счету, все вот эти, так скажем, акции по снижению цен, то, что мы видим, минус 20, минус 50, минус 70 процентов. Это просто маркетинг, да, все, больше ничего. То есть, продвижение, реклама, там, все что угодно, да, безусловно, может быть, какой-то товар, да, который не был ходовым, продавался, условно говоря, за 100 рублей, и там его снижают до 80, но это вовсе не означает, что это товар какой-то сильно ходовой, потому что обычно снижается цена на товар, ну, который, в общем, и до этого плохо продавался. Это ассортиментная группа, вы никогда не увидите скидки на массовую, там, не знаю, на какой-нибудь молоком, М-ку, да, там, полутора процентов, вы никогда не увидите скидки, там, на какую-нибудь, там, крупу, там, очень дешевую, то есть на товар низкой ценовой категории вы никогда не увидите. В дорогом сегменте, безусловно, где есть ассортимент, который не продается, можно делать какие угодно скидки, но это означает, что изначально было переоценен данный товар, и просто была цена слишком высоко установлена. Но активность покупателей, вы отмечаете, высокая сейчас, такая же, как в России. Ну, она выше, чем обычно, она обычная, сразу скажу, последние 5-7 лет она обычная, истерии нет уже давно, и это хорошо, и это, я считаю, нормально. Надо понимать, что, еще раз говорю, магазины закроются, там, в 6-7-8 вечера, а в 1-го числа, там, в 12 или в 2, ваш магазин, там, будет этот магазин «Дядя Гоги», или этот магазинчик чуть-чуть побольше, он все равно откроется. Понятно, спасибо вам, Дмитрий, с наступающим Новым годом. Это был известный российский предприниматель, ритейлер Дмитрий Потапенко. Говорили мы о ситуации, которая сейчас сложилась в предновогодний период. Дмитрий говорит, что, как вы слышали, дамы, нет никакой истерии. Ну, когда заходишь в супермаркет, у меня такое ощущение, что истерия, она есть, она была, и это никуда не делось, и будет всегда, и будем мы покупать этот зеленый горошек за энное количество денег, про запас, и будем мы делать эти салаты оливье в тайзиках, тоже про запас на 10 дней вперед. Вот это вот неистребимо, вот это ощущение Нового года с мандаринами, бананами и апельсинами. Вот этот совок, он как был, так и остался. Может быть, в этом есть какая-то прелесть, ощущение какого-то праздника. Но если говорить о подарках, то мне кажется, что тенденция к тому, чтобы сделать своими руками, как вы говорили, да, Елена, она реально присутствует, потому что я в этом тоже убедился и не один раз. Причем не обязательно делать это своими руками, можно даже придумать подарок и вложить в него некий смысл. Или подготовить подарок, приобрести подарок с неким смыслом для определенного человека. Вот эта тенденция, да, она на лицо, и люди уже присматриваются, прислушиваются к мнению человека, которому необходим этот подарок, или ты хочешь преподнести ему этот сюрприз и сделать. Что касается самого бизнеса, который ориентируется на Новый год, он также ставит себе какие-то планы, делает, ну, я не знаю, галочки, нужно поставить себе, да, что-то ты заработал там плюс 20% или нет? Есть какой-то план вообще у бизнеса, который ориентируется на Новый год? Елена. План по валу, вал по плану. Ну, если мы говорим про рочную торговлю, то нет же там только новогодних, ну, если мы говорим там про елки, например, да, вот те, кто торгует елками, конечно, они оценивают количество покупателей, которым они могут продать, работают на ассортимент там, но это, наверное, единственная, вот так, на первый взгляд, категория товаров, которые чисто новогодние, потому что если вы обратите внимание на те бизнесы, которые раньше были чисто новогодними, как те же самые салюты, то сейчас-то, по сути, уже круглогодичная история. Сейчас уже стреляют на все случаи жизни, как говорится, да? Ничего скоро могут запретить. И это тоже. Тогда все соберутся в одном месте, в котором нельзя пить, курить, значит, стрелять там, что нам еще нельзя делать. Вот. Поэтому вообще компании, которые ориентированы, в принципе, на подарочный бизнес, им живется тяжело и жилось всегда. Я работала в компании, в магазинах, которым там подарки, сувениры, игрушки. Это, конечно, очень сезонный бизнес. И здесь я поддержу там, вот, Диму, что затраты на содержание бизнеса, их же никто не... тебе не дисконтирует на отсутствие сезона. Поэтому у тебя затраты по персоналу, по аренде, по всему. Они идут все 12 месяцев, а работаешь ты с декабря по март. Все остальное время съедаешь все, что, значит, успел заработать за это время. Вот. Поэтому сложная, очень... С одной стороны, интересная тема. С одной стороны, как бы, да, и открывается сейчас много магазинчиков. Что делают? Сделают так, чтобы каждый день был праздником. Ну что, у нас Новый год один раз в год. Новый год один раз в год. Ну, есть еще дни рождения, юбилеи какие-то, корпоративы. Да, это... Если ты хочешь подарить людям настроение, если ты хочешь подарить сотрудникам настроение себе, значит, то, в принципе, это действительно так. Ну, корпоративщики сейчас насколько активны, кстати? Ну, сейчас у нас же госсектор прикрыли, так скажем. В кавычках? Ну, в плане подарков, да, и всего остального, вот, очень там контролируют их. Поэтому я думаю, что, конечно, для многих это такой серьезный удар. И те, кто сидели вот на таких вот крупнокорпоративных заказчиках, вот, это, конечно, для них сейчас история такая сложная. Но наш ритейл, он делает вот в эти предновогодние дни себе годовой бюджет или нет? Я не очень поняла вопрос, что... Ну, за вот эти дни, то есть, магазин делает годовую выручку? Какую выручку делает? Да нет, ну, то есть, нет, ну, как Дима сказал, декабрь действительно прирастает, но, во-первых... Но незначительно. Если брать весь декабрь, то, ну, да, это может быть, там, процентов, там, 15-20-30, там, к ноябрю, да. Конечно, самое сложное, очень сильно зависит на какие дни выпадают праздники. Потому что выручка от этого же очень сильно зависит. Мы продолжим говорить о подарках, праздниках и при новогодней суете сразу после новостей. Мы продолжаем говорить о новогодних покупках. Радость это для нас все-таки, когда мы получаем подарки. Или удар по семейному бюджету. Парадокс заключается в том, что большинство из нас все-таки подготовку к празднику оставляет на последние дни. В этом году так случилось, что 27 число это будет пятница. Большинство компаний закрывается, люди уезжают. И как раз суббота, воскресенье, понедельник, вторник ударные дни для покупателей, для того, чтобы приобрести подарки. В принципе, будет ажиотаж. Я думаю, самый такой пик придется на субботу, воскресенье, последние выходные. Ну, а уже 30-31, я думаю, пробок не будет в городе. Но, тем не менее, тут самое интересное, что вот эту тенденцию готовится в последний момент, мы никак не можем изменить. Но я знаю одного человека, вот из моих всех друзей, который готовится к этому чуть ли не весь год. То есть человек планомерно выработал для себя план действий. Он, для него список всех знакомых друзей, родственников и так далее составлен. Он, я думаю, не меняется, ну не знаю, я этот список не видел, но я знаю, что он существует. Человек в течение года подбирает подарки для своих друзей, родных и близких. Я знаю одного такого человека. Все. Все остальные готовятся в последний момент. Вот что бы вы могли посоветовать своим социальным клиентам, когда нужно реально готовиться с точки зрения того же маркетинга к Новому году, Елена? Я бы взяла вашего этого одного человека. И как икону, да, поставили бы. Да, да, да. Потому что что он делает? Я хочу сказать, что это девушка. Тем более. Молодая мать. Вот. Она что делает? Во-первых, она бережет свои нервы. Извините, перебиваю. И нервы тех, с кем она сталкивается. А почему она занимает руководящую должность? То есть она менеджер среднего звена. А может, ей помогают готовить? Нет, она все успевает. Все успевает. Правильно, потому что она делает все в удовольствии, без стресса. Для нее Новый год, по сути, каждый день, когда ты находишься в заботе, да, когда ты продумываешь, что кому подарить, где ты к этой купишь, когда ты действительно в спокойной ситуации это все делаешь, ты, по сути, находишься в состоянии постоянного праздника. А не так, как мы с вами, да, вот бегаешь, бегаешь, а в 12. Она не жертва этого маркетинга, который существует, да? Нет. Она чистый человек, молодец. А все остальные жертвы, я в том числе, да? Да. Да. Поставили диагноз. Ну, а хорошо, что нужно предпринять? Когда лучше, в сентябре, ну, если реально так подходить к этому вопросу? Понятно, что в течение года мы не задумываемся. Вообще никогда не можешь загадать, когда, как говорится, тебе нужно сделать или подарить. Потому что, как вот мы сказали, что это не только Новым годом и живым, да? То есть у нас полно праздников и событий, и поводов, которые стоит делать в подарке. Поэтому надо готовым быть всегда. И всегда иметь такой трезвый ум, скажем так. Ну, массовое количество, такое огромное количество подарков, которые должен подарить, это именно на Новый год. Поэтому к этому лучше готовиться заранее. Ну, кто так сказал-то? Ну, кто? С точки зрения логики. Какие рамки? Нет, вы сейчас защищаете свои позиции, я понимаю, да. Но, тем не менее, вот я как потребитель, я головой понимаю, что нужно это делать гораздо раньше. Но, а, я об этом всегда забываю. Я вспоминаю только ближе там к ноябрю. Ой, слушай, скоро Новый год. А подарки? А сколько же денег-то нужно на это все потратить? А давай что-то придумаем. И вот эта головная боль, она приходит только к концу года. Тогда есть интернет. Так, а интернет? Есть сайт, садитесь на какой-нибудь сайт, где много чего разного. Удиви.ру, например. Да, собираете. Реклама. Осторожность высказывает. Тогда, понимаете, если вы называете компанию, назовите конкурента, тогда я не буду воспринимать как рекламу. Я не буду называть, потому что я название сайтов не помню. Неважно, заходишь на сайт, где есть масса сборных сайтов, либо какая-то тематическая история. Выбираешь всем своим знакомым, тебе доставочка будет бесплатная. Привезут тебе вечером, они сейчас и в ночную привозят, и карточкой можешь оплатить. Все-таки потихонечку у нас бизнес набирает качество сервиса. Тебе все привезут. Если ты не хочешь вкладывать в это себя на протяжении года, ну так получилось, тогда для этого есть такие ресурсы, не надо вообще, можно из дома не выходить. Но интернет сейчас завоевывает позиции. Он как-то упрощает вашу работу на сегодняшний день? Мою-то очень. Учитывая, что я занимаюсь обучением, консультированием, и половина заказчиков у нас находится в дальних регионах, куда лететь только очень долго, сейчас я могу провести несколько семинаров, просто не выходя из дома. Нам помогает интернет подробное описание, отзывы, потому что все же покупатели, все друг другом делятся, что это стоит, и на это обратить внимание, что какая техническая новинка или какая примочка или фишечка есть у того или иного предмета, продукта. В частности, когда он даже купил, он тоже не поленится и зайдет, и опубликует, понравился ему сервис или нет. Это все очень помогает для того, чтобы... Но с точки зрения покупателя. Покупатель может только единственное, что выбрать себе достойный интернет-магазин, который вовремя должен доставить этот подарок, и он был по приемлемой цене. Все, да? Сейчас там и цену очень легко сравнить. То есть ты, конечно, выбираешь просто там. Где-то ты выбираешь по цене, где-то ты выбираешь по удобности доставки, где-то по комплексности покупки, где-то по возможности. Есть такие интернет-магазины, которые, например, несут себе в том числе и социальную функцию. То есть ты покупаешь, а часть там на отчисление идет на какой-то социальный проект. Многие такими вещами пользуются, потому что уже не хочется просто вот заниматься чисто такими. Многие упаковывают, например. То есть что тебе даже не надо думать об упаковке этого подарка. В основном говорим о подарке, который нужно купить, да, или сделать собственными руками. А существуют ли какие-то неожиданные подарки? Вот вы сталкивались с желанием клиента что-то приобрести или удивить потенциального жертвоподарка. Вот каким-то неожиданным подарком. Ну, конечно, много таких тоже сейчас развивается. Но, по крайней мере, в Москве, я думаю, что в каких-то крупных городах тоже. Это всевозможные ивенты, это какие-то неожиданные розыгрыши. Это тоже сейчас набирает этот рынок обороты? Ну, я не знаю по поводу Нового года, скорее всего, тоже. Но то, что касается вот дней рождения, однозначно. А на Новый год нет, да? Или вы просто не знаете? Скорее всего, тоже, потому что если люди этим пользуются, да, сейчас же очень много квестов всевозможных заказывается, которые тоже являются подарками, по сути, всем присутствующим. Это же не обязательно должно быть что-то материальное, да, что человек должен с собой унести. Ну, пожилка с парашюром, понятно, на зиму это не закажешь, но, тем не менее. Нет, ну, существуют там всевозможные, говорю, там, квесты, какие-то игры. Да, огромное количество сейчас вот развивается. Я не знаю их конкурентов, поэтому я назову только их название «Магазины игровед» и компания, которая стиль жизни развивает эти магазины. Но там огромное количество всевозможных игр, которые на все случаи жизни, для всех вообще видов людей и интересов. Пожалуйста, почему это не может быть подарком? Есть еще площадки, которые позволяют поощрять, например, времяпрепровождение с твоими же друзьями. Тебе не нужно, если ты хочешь провести, есть такие места, где ты можешь собрать всех своих друзей, поиграть с ними в какую-то настольную даже игру, неважно, там, настольная она будет, ну, просто какую-то активность провести в определенной площадке. То есть есть такие места, которые тебе позволяют даже заменить. Это тоже, кстати, удивительный подарок, очень приятный. Какой? Ну, например, заказать тот же стол для игры в бильярд. Нет? Ну, для кого-то, да. То есть я имею в виду такие активные, какие-то неожиданные подарки. То есть общение, когда, опять-таки, человек чувствует заботу, когда ты делаешь то, что ему вот... Не хватает времени на это, например, или нет места, где можно собраться, например. Это тоже ограничено. То есть все понимают, что есть молодое поколение, которое живет с родителями, и которое учится, и что им в общежитии там идти или к родителям нет. Поэтому существует и такой вариант. То есть праздник должен быть для каждого, и для своей аудитории в том числе. Елена, писали письмо Деду Морозу? Я буду 21-го писать. Что так поздно-то? Не успеет он. Наш успеет. У нас прямая лень. О как! Ну, не будете раскрывать секрет. Что я хочу? Да. Ну, да, я еще не сформулировала. Мария? Я, наверное, буду два раза писать Деду Морозу. Ну, это уже наглость, простите, конечно. Нет, одному нашему, а другому Санта-Клаусу. Я понимаю, что креативность прет, но два раза писать. Одному нашему, русскому, а второму не нашему, Санта-Клаусу. Айбу-то зачем? Ну, нашему может не дойти просто Почта России, а тому, может, и Челем отправить. Поэтому наверняка. Понятно. Ну, хорошо, верите в чудо? Конечно, оно постоянно происходит. Но у вас происходили чудеса как-то в Новый год? У меня не в Новый год. У меня каждый день. Но, тем не менее, верите в чудо? Да. Каждый день? Каждый день, каждую секунду. А вы, Мария? Я тоже верю в каждую секунду, в каждую минуту. А в Новый год? Что за гад? Хорошо. Вот в Новый год обычно некоторые с деньгами прыгают, с табуретки впрыгивают в Новый год. Пишут бумажку, сжигают, сжигают. Там пьют шампанское. А вы что делаете? Я очень люблю... Это же тоже подарок некий. Да, я очень люблю бой курантов и речь президента слушать. А вы, Мария? Если повезет на этот год, я тоже услышу его по телевизору. Открою шампанское. То есть всё традиционно. Всё традиционно. А нужно вносить что-то новое. Нет? Ну, можно его посмотреть, например, как-нибудь с другого ракурса. Понятно. При этом выпив шампанское, провожая старые годы. Конечно. Спасибо вам за то, что вы пришли. С наступающим вас Новым годом. Спасибо вас так же. О, всего хорошего. Хороших продаж, хорошей работы. Я напомню, что мы сегодня говорили о новогодних подарках. Всего доброго. До встречи. Продолжение следует...